Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, и впереди вас ждёт очередная ФФАшечка в Сидмерс Цивилизейшн 6, карта Континенты. Собрались мы восьмером, и мне выпала Корея, как раз и выкладываю в связи с недавней серией рейтинга цивилизации, где я рассказывал про Корею. Ссылка на рейтинг цивилизации про Корею в прикреплённом комментарии и в описании к этому видео. Включены режимы корпорации Монополии, случайные технологии и варварские кланы. Ну и соперники тоже выбирали себе цивилизации, можете увидеть, что выбрали они. Традиционно спонсоры канала всей серии видят сразу в плейлисте, ссылка на который тоже в прикреплённом комментарии и в описании. Большое спасибо вам за поддержку в это трудное время. Ну а всем зрителям приятного просмотра! ББС тоже сработал. Ну, теперь поиграем. Итак, Америка. Так, я вот стою на холме. А больше я холмов что-то... А не, вот холм. Так, ладно, и тут холм. Не, ну в принципе есть куда ставить. Ну, я думаю, не надо отсюда уходить. Хорошее место. Три еды сразу есть. Понятно, со скаута начнём. И дуболом пока тут погуляем. На этой стороне реки Америка. Корея в Америке. Кто бы мог подумать. Так, ну... У нас случайная идея технологий. Надо... Ну, я думаю, что мы встретим кого-то. Я тогда салон открою. Так что с животноводства начнём. Пока. Так, а тут каменоломния. То есть мы в принципе каменоломния. Раз ускорение. Два ускорения. Кстати... Ещё раз напоминаю. Метки не ставьте пока первые 10 ходов. Кстати, заявочка на Артемиду вот сюда. Надо подумать. Ну, я думаю, что у нас салон где-то вот тут будет. Выглядит, что сюда надо ставить. Здесь, например, можно... А, блин. Слушайте, а вот тут интересно... Ромашку будет сделать, если что. То есть если я вот сюда священочку поставлю. Можно взять пантеон на тропические леса, между прочим. Хм. Посмотрим, сколько у нас вообще тропических лесов. Но пока выглядит так. Ресурс хоть какой-то. Ну, я просто других не вижу, на что мне пантеон пока брать. Ну, блин, я пока и территорию маловато вижу. Так, наверное, вот по реке пойду. Тяжелый выбор. Это когда лагерь варваров в одной клетке от столицы. Посмотрю. То есть вот я вот думаю, где-то тут город ставить. Ну, ладно, в рост двух. Три. Ну, вот на этот лес, например, да? Ставить город. Как-то запишем. Тут ромаш... Тут правительственная площадь и ромашка вокруг. Приятная. В одной стоит разведчик. Ладно, давайте сюда пойдем. Ну, тропических лесов нормально так. Вообще-то, если я смогу взять, то я, наверное, все-таки пантеонно-тропические леса буду брать. Какая река Амнакан. Это все та же, да? Это все та же. Еще радует, что нету ни пойм здесь, ни вулканов. То есть, пока развиваем... Ну, не выглядит, что что-то может помешать нашему развитию в плане стихийных бедствий каких-то. Савончик сюда пока предварительно здесь. Так, этим парнем давайте сюда побежим, действительно. Глянь. Ну, я бы еще, конечно, разведчика сделал, потом строителя. Моя любимая комбинация для начала. Разведчик-разведчик-строитель. Строителя нету смысла строить раньше, потому что у вас просто нечего будет обрабатывать. Вы еще не откроете ничего для обработки. Так, лошади. Кстати, вот тут, скорее всего, лошади будут, между прочим, на моем месте. Для возможного правительственной площади. Обычное дело. А вот тут железо может быть. Вот нам точно надо сначала савон открыть и его поставить, прежде чем железо открывать. Это вот прям 100%. А нет, слушайте, нет. Нормально. Тут меня лошади устраивают вполне. Так, пойдем, наверное, туда. Да, ну мы конкретно в центре континента. Ну, точно камень, точно лошадей. Ну и, видимо, шахту, рудник на меде. То есть, если я планирую тут, конечно, ромашку, мы потом будем ее убирать отсюда, но пока так. И Артемиду, скорее всего, здесь надо будет вставить. Хотя, я не думаю, что мне ее дадут поставить, в принципе. 10 лошадей, говно полное. Нафига мне сейчас 10 лошадей? Что? У нас есть мод на двойные домики? Нет. У нас только на таймер и на карточке, и все. Здорово. А что, на перси бурь вену убирать? Далеко? Ты далеко живешь? Я нет. Ну, вот тут, где мой скаут, слева вино, я на нем буду город ставить. А, это... Не, я тебе отвечал только что, это что. А, окей, а ты далеко находишься? А, ты можешь поставить на одну клетку левее? Вообще не могу. Вот на одну не могу. Это максимум. Ну, окей. Так, красители еще. Ну, вот тут видно, да, какой-то город. Три, вот куда-то сюда, наверное. Ну, ББС вроде сработал. Да не, не, она нормально. Так, не спалю. А, у тебя вообще приятно. Тебе грех жаловаться. Так. А тут озеро. Опа. Слушай, я могу этот лагерь вообще забрать быстренько. Сразу поставим... Ого. Блин, дерево социальных институтов, конечно, сразу шесть штук на выбор. Господи, что открывать? Особенно не знаю, что дальше. Так. Начали уже меточки ставить. Не дождались десяти ходов. Так, уже обстреливают меня. Не, ну должен вроде забирать. Я прокачаюсь. Он меня пообстреливает. А что мы с нимаем, да? Ставим полечусь. Да-да. Еще десять лошадей. Вы прикалываетесь. Блин, если меня опять заскамят, то... Блин, какой-то прикол. Я нашел две руинки. И в каждой плюс десять лошадей. Что это за говно? Время строить коней. Да, типа. Я же цыган, что ли. Зачем мне ваши лошади? Намех такой. Не, ну серьезно. Когда они понадобятся? Тут еще дети-всадники, еще хрен знает. Зачем в начале игры двадцать лошадей мне? Так, что-то мне тут уже не нравится. Ну, не, по идее, не должен убить. Странно, плюс пять. Стоит же, а что у меня так больно хреначит? У нас монополия корпорации есть, да? Да. Так, письма. Ну, давайте начинать открывать. Я бы хотел побыстрее. Или астрологию лучше. Нет, давайте, наверное, сначала письменность. Да, есть, есть. Я все-таки с салона начну. Ну, потому что он очень быстро строится для... Я понял, я просто вот типа поставил... Для Кореи, сами понимаете. По счету, там вот маленькое озеро одно, я вот там поставлю гору. А, все, это самый ближайший типа в ту сторону? Ну, по сути, да. Двадцать лошадей не смогу нигде поставить. Это на стандартной скорости, то есть... Вот, да. Сколько будет, тринадцать или четырнадцать? Такого плана. Сейчас, как у тебя нет? Ну, в общем, я понял. Ты на вино поставишь просто и ниже еще, да-да. И вот так на персе. Перс, перс. То есть за два хода, по идее, должен построиться вообще? Ну, это еще две клетки, это моя столица. Да, я понимаю. Ну, у меня тоже тут столь на раз, два, три, четыре, шесть клеток уже отстоль на этот город. Ну, окей, там мы расселимся как-нибудь. Мне тоже. И поэтому я хочу наш шоколад поставить. Ого, сколько у нас тут. Блин, вот это прикол, конечно. Придется прачников строить. Что-то за налет. У меня абсолютно место, где селится, даже от того город. Господи, я думал, сейчас мне три, еще десять лошадей дадут. У меня город, видишь? Это столица? Да. А что, можно брать, сказал-то? Стоим. Ну, мне надо апнуться, я не думаю, что меня убьют. Да, уровня, не, ну, блин. Придется с этого начинать, с меди. Да, на ужас такой происходит. Так, Аравия и Египет. Здрасте. Здрасте. А ты далеко живешь отсюда, немец? Блин, а где мои соседи? А, от вас восемь клеток. А ты где вообще? А, даже так? Так, ну, тропические леса остались, так что, наверное, беру. А тропических лесов тут дофига. Так, скаутру я не должен атака или про атаку или, блин. Да, да, интересно, интересно. Аравия, а это у тебя столица, вот эта вот граница, я вижу там. Ну, естественно, да. А еще, пример, дропа на Великоле. Ну, я тебя не пойду сейчас. Кем я стал первым? Ну, приеду, чтобы ты ко мне не пошел. Фига, я первый пансион принял. Я буду ставить два года. Очень странно, я же, типа, по карточке его. Четвертое радиус от моей стольной. Прикол. Я тебе поставил. Так, ну, кстати, могут убить, я не уверен, что мне не убьют. Пример, рука на Великоле. Я не вижу. О, ГДшка. И первым. Как, что там, Бандар Брюнов? Ваши торговые посты на сторонах. Ну, неплохо для денег. Но нам, конечно, за Корею надо научные находить. Вот интересно, а про атакует скаут или нет? Егорыч. То есть он гражданские не захватывает, понятно, да, когда... Когда стоит... Нет, не про атаковал. Отлично, да, ночь мы обнемся. Мы, не убьют нас следующим ходом. Егорыч, как тебе? Че нас точно не убьют следующим ходом. Варварахи? Нормально. Я все в эвку встал. Так, пока стою и давайте... Продерешься? Пусть его делать, наверное. Ты можешь поставить, пожалуйста, метки Египта? Давайте поселенцы. Египет, а, теперь сейчас я тебе покажу, где у меня будет ближайший тебе город. Так, письмо из пока отложим. Я не вижу сейчас себе больше пяти городов лица. Давайте астрологию открывать. В этой стороны селиться. И мастерство пока открывается. Я сейчас тут два города возле... Больше невозможно просто принять и поставить. Прям, ты не сможешь сначала? Да, поставишь город. Я бы хотел куда-то вот сюда еще поставить. Вот так, Егорыч. Так, а куда мы будем город ставить? Вот я тебе показываю. Да, да, да. Я тебе сейчас покажу, где у меня город стоит, потому что черта здесь столь не... Наверное, все-таки сюда я вот хочу, да, я понимаю, на лес. Блин, или... Тут лес, где не Египет. А, вот сюда... Где не Египет? А вот Емец есть я на Египте? Вот сюда священочка. Да, наверное, все-таки на лес этот ставим город. И мы будем втроем жить тут дружно? Хорошо, хорошо-то, да, хорошо. Но тогда мы с тобой торгуем. Емец. Ты все с тобой торговать хотел. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев. А некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, ну че, убиваем. Е. О, Грега, здорова. Пробуем. Ну, наверное, я потеряю. Или... Просто я думаю, разграбить... Разграбить лагерь и потерять дуболома? Или все-таки отойти и сохранить? Хотя, че, астрологию письменность надо дооткрывать, раз мы уже встретили. А какой там у нас ученый? Ну, че, я думаю, я точно первым возьму. Деда, деда выбило. Тормозим. Начинается. Ну, слушайте, отошел воин. Зашибись. Так, к чему мы ускорили? Военную традицию. Астрологию ускорили. Кайф. Так. Ну, он в меня, я... Это вообще зашибись. Я делал промоушен. Потом, да. А скауты эти... Скауты... Тоже не факт, что мы чудо найдем. У них есть их лагерь. Они вроде что-то типа не забирают, если есть лагерь, при этом они еще не вернулись, не доложили о тебе. Что-то такое, но я не уверен. Нет. Скауты не забирают, если их стоит лагерь. Просто вот если нету лагеря, тогда они гражданские юниты забирают. А на континенте кто-то тоже забирал лагеря, скауты? Я нет еще. Все, отлично. Так, значит, я решил туда идти, да, город ставить. Это уже от Алианоры я чувствую. Лояльность. Попробую здесь. Так, давайте я вернусь пока этим скаутам, чтобы контролировать. Ну, я бы начал савон строить. Возможно, сейчас сюда встанет, на всякий случай, прачника в очередь поставлю, если встанет дуболом, чтобы что-то строить дальше. Посмотрите, тут, походу, вот конец карты, ощущение. Саладин. Ну, я, Саладин, кстати, я заберу этот лагерь варваров, который между нами. В смысле, это лагерь, вы про который? Вот это, что внизу, я собирался забирать, потому что египетский. Нет, я под Саладиновского, под Саладина столицы. Ну, как я и думал, видите, он встал на савон, не давая его достроить. Так, астрологию открыли. Блин, нам бы... Давайте я, наверное, рабочего скорее построю, а не прачника. Потому что вот тут я хочу савон построить, а потом сразу вырубить лес и священочку. И у меня выходит дубина, а у меня этот строитель в дефе. Ну, я все понимаю, но у меня тут тоже есть какой-то лагерь варваров, я не хочу... Здорово, опять мы с тобой. Да, опять тут. Опять ты. Так, это ж на моей территории причем твой лагерь варваров. О, а вот и чудо. Ладно, не важно. Old Faithful. Так, наверное, по лесам я возьму. Перемещение. Ну, кстати, Кардив не я первым. Но Кардив, к этим мнению, он дает электричество, если у вас за здание в этих... В гаванях. А, у меня, я даже не знаю, будет ли у меня хоть город один на воде. Но мне нужен город на воде, так что он у меня, наверное, будет все-таки. И все же ты его не ударил. Я мискликнул. Это пиздец. Не ругайся. Не ругайся. Извиняюсь. Так. Я только это просто лагерь зачистил. Давайте, наверное, мастерство откроем. Тогда пока... Алексей, предлагаю и так. Нет, у меня там... Ты хочешь, можешь захватить. Даже не буду торговаться с тобой. Почему? Почему это же... Ну, потому что... Потому что это... Ты понимаешь, упорочка. Хочешь? Попробуй. Ты не знаешь, где я. Что ты... Если не знаю, где ты... Ну, ты не знаешь, где я, поэтому... Какая разница, где ты? Еще какая тут разница к захвату моего поселенца, где ты? Ну, ты говоришь упорочка какая? Попорочка, если ты не знаешь, где я. Так, ну ты египет, конечно, хитро забрал. Он пустой был. Я зашел на пустой клеток. Я понял, они же пошли за бомом. А, сорян. Я просто зашел. Блин, а что только меня тут больно? Если бы я на него проходил, думаю, заберу его. Так, нет, это так было. Черт, надо отходить. Так, тут у нас холм. Да. Ну, зато савон построили. А, тут тоже берег. Так, трудовую повинность. Так, мастерство. Поэтому меняем на теперь вот так. Доделаем строителя, потом доделаем прачника. Карди в какое-то задание. А, наверное, трудовую дисциплину, наверное, ускорить. Боевые действия ведутся. Может, абсолютно я тебя отрогать не буду? У нас тут же рога будет происходить. Может, ты меня, может, я тебе. Как ты там с римом зарыгался, что ли? Да, да. А у нас тут прикол. А вы именно воюете? Как народ... Ну, мы так заспавлились, что у нас типа на двоих меньше места, чем на одного обычно. Ну, не бывает такого. Ну, есть ли такое? Ну, бывает. А между остальницами сколько клеток? 13, но это... Да, на трудовую дисциплину, наверное, открою. Клетки. Так, значит, мне надо 2 очка буквально. И 10 ходов. Удачи. Удачи. Вот лошади появились, да? Удачи. На месте района. Так, ну, понятно, пока... О, валет-то есть. Отлично. Значит, мы точно идем. Точно по религии пойдем. Что он это дает? Просто золото вера наука. А, просто само по себе золото вера наука. Ну, так себе чудо, конечно. Подождите, я вот этим могу походить. Пойдем наверх. Вот тут жалко, я ничего не... Не походил, не собрал. Там, наверное, есть руинки явно. Так, вот 2 очка эпохи. Непонятно, откуда мне пока брать. Ну, хотя, я знаю, я этот построил. Ну, конечно, сам он разграбил. Я построю священное место. Так, давайте я пропущу ход. Еще эту разграбит мне 100%. Священное место построено. Плюс 3, оно даст очки эпохи. Как, типа, крутое священное место. О, руинка. Так, ну, эту надо забирать у деда. Несомненно. Готовимся к захвату. Переходов какая-то долга. Икон... Э, иконочки. Руиночки. Мы втроем, да, на контенте? Типа, египет. Ну, давай. Ну, я больше никого не нашел, скорее всего, да. Ну, население дали. Зашибись. Тут конец карты, может, вооружение идти. Так, что у нас тут? Этого апнем. Стреляем. Вырубаем, ставим священное место на плюс 3. Да, это золотой век. Это золотой век. Египет, можешь пробежать этим разведчиком? Спасибо. Слушайте, а тут еще дофига места, по идее. И вообще, как место так прилично насыпало? ИМХО, так, пошли ремонтировать. Ой, Рим еще здесь. То есть, мы вчетвером. Рим, Нидерланды и Англия, да? Что-то как-то я тут лишний, мне кажется, среди этих европейских цивилизаций. Рим пока немного занят, но вообще да. Скоро будете четвером, да. А чем Рим занят? А, у вас еще кто-то есть? Уже еще перс есть. Он меня в столице уже забрал. Нормально. Это не я, это галера Ворожская. Да-да-да-да. Школя, расскажешь. В какой школе? Подождите, а может кто-то воюет? Кто-то уже умирает. Да, походу, кого-то уже выносят. Научку. Блин, а у Рима 16 науки, это нормально вообще? Откуда у него столько науки? Ну, у меня две столицы. Найс. Шесть городов? Пять городов? Да. Как он так быстро поставил столько? Ну, ладно, четыре города, да, одну он захватил. Ну, у него континент на поселенце забил. Стрельба из лука. Так, ну, наверное, поселенце надо... Нет, салон отремонтируем сначала и поселенце. У немца там снизу вообще дофига места. Так, это мы с тобой два огрызка. У немца? У нас еще и немец на континенте? Не-не-не, это я Египту говорю. Блин, тут еще дофига места, че-то... Че-то вообще... Не, у меня реально очень много места. Так, ну, нам надо следующий город. Раз, два, три. Куда-то сюда ставить. Да, конкретно вот сюда надо. А армия, че-то, Мурима, легионы? Ну, нет, пока дубины. Фига, у него 118 силы дубинами чисто. Ну, лучники есть. Как можно столь не вообще на дубинах потерять? Галера танчила. А, он забрал просто. А, то есть там реально варварская галера? Да, замочила мою столицу. Пока я шел юнитами назад, он просто зашел, забрал. Так, а кто там говорил, что перс обузит? Вот это он заобузил, да? Обузы вёски реально получился. Кому нравится, написайтесь. Так. Мне нравится. Я за него. А ты сможешь с Египта в долг денежку дать на следующий ход? Под какой процент? Ну, мы с тобой трейдить будем. Там вообще денежка небольшая. Мне нужно будет примерно 30. Так. Мне надо от тебя вот это. Надо с этим лагерем сходить разобраться, я думаю. Так, а где у нас... Где у нас орошение? Ну, наверное, мореходство надо открывать своим ходом. Семё? Смотрите, странно. Я разве не уничтожил трёх варваров? Ладно. Не, ну, двух я точно уничтожил уже. Наверное, всё-таки опять Магнуса возьмём. Ну, то есть, наука у нас, по идее, с Савонов будет? О, политическая философия уже сразу есть. Ну, я решил не менять пока тут ничего. Так, ну и что нам этим рабочим теперь обрабатывать? Пока ничего. Ну, я могу здесь ферму поставить рядом с Савоном, выкупить клетку? Кстати, наверное, да. Это же дополнительная еда. Счастья пока нету. Оставлю один заряд, чтобы оливки обработать. О, нет, тут нормально вообще город встанет. Блин, да что ж тут всё не кончается и не кончается этот. Ну, сюда в сторону Алеонора и сюда в сторону Нидерландов. Я даже не вижу, я даже не вижу от него престижа, честно говоря. Вот тут у нас Алеонора, получается, живёт. Ну, он за горами. Ну, пока всё очень лайтово. Мне интересно, на кого потом Рим может пойти. У него... Ну, культура этого... У Рима обычная, потому что у него бесплатные монументы, считайте. Может, Раннюю Империю сначала открыть, не знаю. Нанмадол мы первыми открыли. Ну, Нанмадол даёт эту воду... Как его? А, нет. Ваш район на побережье озера плюс две культуры. С кем я, получается, Нанмадол с этим? На М. Блин, забыл, как он называется. Ну, плюс двух культур на побережье озера пока, мне кажется, тоже мне не понадобится очень-очень долго. Так что можно не... Конец уже тоже. Ну, тут дофига всякого места, несомненно. Блин, может, почитать на Пророка? На Кормимир взяли. Хоровую музыку. Ну, то есть, трудовую дисциплину взять, да? Ладно, дострою поселенцы и тогда почитаю. Народ уже сразу ставит кампус. Я охренею, как они... Я-то понимаю, почему я савон поставил. Ну, кстати, я, наверное, я бы пропустил этого учёного. Пускай его Англия забирает. Причём Англия, походу, раньше меня поставила. Охренеть. Так, мореходство, орошение. Стоим пока тут, ждём. Блин, что-то куча территорий вот тут. Просто удивительно даже. Может, купить лучника можно купить за 71 золота. Слушайте, а может, купить лучника и открыть лучников спокойно? Просто я не открывал сейчас... Типа, нам же три надо. Давайте. Ещё и Бандарбрюна это хотел, и Валетта это хотела. Вау. Так, этого лучника я, наверное, поведу защищать поселенца. Здесь ставим, потом раз, два, три вот сюда ставим. Можно, как эти уже меточки расставить. Просто вокруг столицы расставляем города. Самое лучшее расположение. Когда вы можете их таким кластером сделать. Блин, не убьют ли меня? Ну, блин, вообще могут. Давайте, не знаю, как-то вот так встану пока. Блин, ещё и снежная буря на моего дуболома набросилась. Так, здесь у нас молитвы в священном месте пройдут. Да, ну этого пророка я готов... Ой, пророка, этого учёного я готов отдать. Навигация по звёздам математика. Ну, навигацию по звёздам я, наверное, не ускорю. А вот математику, инженерное дело вполне в наших силах ускорить. На этом пока всё. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте. Ссылка на него в прикреплённом комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.